Много времени у вас не отниму, просто так коротко спрошу о ваших ожиданиях от финала чемпионата мира за третье место и соответственно финала полноценного уже. Ну и в смысле мои прогнозы не исполняются, поэтому пусть к ним никто не прислушивается, но я верю, что Франция выиграет у хорватов, хотя, конечно, хорватам было бы хорошо выиграть, но думаю, что Франция, думаю, что бельгийцы выиграют у англичан. Да, ну начнем с третьего места, почему бельгийцы победят англичан? Ну, потому что у англичан была очень тяжелая игра, у этих была тоже такая нудная на день раньше, но опять же, вот тут у обоих этот день, и у хорватов, и у англичан, мне кажется, не в их пользу, и такая тяжелая игра между ними очень. Вот, и думаю еще, что, ну, во всяком случае, мне вот я все время вот как-то болел за бельгийцев, мне они нравятся, мне кажется, что они очень хорошая команда, и что после такой, в общем, на мой взгляд, такой неудачный, совсем заслуженный, хотя почему неудача? Ну, я думаю, что для них они, думаю, захотят принципиально отыграться, а англичане, как-то, мне кажется, очень сильно расстроены и будут так в меру стараться. Ну, и самая главная встреча турнира, получается, почему все-таки Франция сумеет? Ну, во-первых, сейчас, ну, там у них же предельная мотивация, я думаю, у французов, да, и уж сейчас проиграть у хорватов, я думаю, они настроятся, конечно, очень серьезно. И потом, вот я повторяю, против хорватов, а то, что у них фактически четыре игры вместо трех, и с этими дополнительными самыми, я не знаю, если они выиграют, это будет чудо. То есть я хотел бы, чтобы выиграли хорваты, но выиграют французы. Ну, и мне кажется, конечно, французы, ну, классная команда, действительно классная. С симпатиями на финале? У меня нету симпатии, вот у меня на стороне бельгийцев за третье место, на стороне хорватов в финале, но хорваты, к сожалению, думаю, четвертого такого, в общем, подвига они не совершат. Но если совершат, я буду рад, что я не прав.